История со школьным питанием в Череповце в этом году особенно запутана. Напомним, накануне нового учебного года вопрос, а собственно покормят ли школьеров в сентябре, был открытым. Причина в том, что ФАС признала недействительными результаты проведенного конкурса по организации питания. Тогда пришлось экстренно принимать меры. Каждое учебное заведение заключило договор на обслуживание с предпринимателем на один месяц. Это можно было сделать по закону. Чтобы можно было без ценовых котировок с теми, кто будет выбран в школы. Это имеет право школа. А как раз на четвертый квартал у нас было просчитано так, чтобы нам уложиться и провести процедуры все эти успеть. Там же тоже сроки по закону. Мы взяли октябрь, ноябрь, декабрь. До 500 тысяч вот сейчас у нас как бы уложились мы. И далее мы опять берем до 500 тысяч. То есть когда свыше 500 тысяч, там уже другая процедура. А до 500 тысяч ценовые котировки. А какая другая? А какая другая? Вот нам должен дать вас. Все-таки что мы будем должны проводить? Конкурс или аукцион? Конкурс на право кормить школьников проводит управление муниципального заказа мэрии совместно с управлением образования. На основе полученных документов и предлагаемых цен они выявляют самого достойного для той или иной школы. Столовая в 21-й школе одно из любимых мест, признаются ученики. И если младшие классы ходят сюда по расписанию, старшеклассники готовы есть булочки и пить чай весь день. На еду здесь не жалуются. И очень обрадовались, когда конкурс на будущие три месяца выиграл тот же коллектив работников. Я считаю, что организация справляется успешно со своей работой. Во всяком случае и учащиеся, обучающиеся и учителя все довольны питанием. Только в нескольких школах организатор питания с нового года сменился. Большинство учебных заведений остались с теми, кто кормил детей с сентября. Ситуация непростая как для предпринимателей, так и для самой школы. Первые сидят на чемоданах каждые три месяца, а вдруг не выберут и найдется кто-то лучше. Вторые в панике ждут, кто придет варить обеды. Пока в федеральной антимонопольной службе нет ответа за каким питанием будущее в Череповце – конкурсным или аукционным. И если в первом случае минус, пожалуй, только в ограниченном сроке, то аукцион подразумевает нешуточную борьбу конкурентов. Выигрывает тот предприниматель, который предложит наиболее низкую цену за свою услугу. Только вот какой будет конечная цена школьного обеда после аукциона и каким будет качество питания – вопрос остается открытым. Субтитры создавал DimaTorzok